Приветствую вас, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о моей двухдневной экскурсии на комфортабельном автобусе в административный центр Черденского городского округа Пермского края, город Чердень. Это один из древнейших городов Урала, который входит в перечень исторических городов России. Основан город был еще в 1451 году. Его население в 2021 году насчитывало 4536 человек. Так что это хоть и небольшой, но очень интересный своей историей и культурным наследием город. Следуя к цели нашего путешествия, мы еще посетим Мусолье, Соликамск, несомненно, тоже являющиеся местами, где можно много чего увидеть интересного. С самых давних времен землями Пермского края управляла династия Строгановых. Доподлинно неизвестно, как и откуда появились первые представители этого знатного рода. Но Строгановы внесли огромный вклад в развитие уральских земель, и во многих местах нашего края по настоящее время мы можем наблюдать множественные архитектурные объекты и их наследие. И одним из них является церковь Николая Чудотворца, которая находится в Усолье возле реки Камы по улице Южных Комунаров. Она была построена в 1814 году по указанию барона Григория Александровича Строганова на месте сгоревшей в 1809 году Покровской церкви с Никольским пределом в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Об этом сохранила запись на бронзовой доске, установленной в алтаре. Авторство проекта храма различные исследователи приписывают архитекторам Андрею Никифоровичу Воронихину, Ивану Матвеевичу Подьячеву и Семену Емельяновичу Дудину. Закончило строительство церкви в 1820 году. Иконостат в церкви выполнили в виде триумфальной арки. Купол был расписан местными мастерами, а на стенах были изображены евангельские события и притчи. Но в 1929 году Никольская церковь была закрыта и в дальнейшем использовалась под клуб и склад, а потом здание вообще стало бесхозным. И только с 2000 года в храме начались восстановительные работы. Были отремонтированы кровля купола церкви, частично восстановлена кладка колокольни. На куполе установлен металлический крест, изготовлен временный иконостас. В 2009 году на куполе церкви были установлены часы-куранты, изготовленные Чистопольским часовым заводом. В том же году на северной стороне колокольни установили мемориальную доску, посвященную архитектору Андрею Никифоровичу Воронихину. Продвигаясь далее по улице Преображенской к островной части Усолья, мы подходим к музею под открытым небом под названием Усолья Строгановская. Это замечательное место, где различные по времени и стилю здания сложились неповторимый ансамбль, который является культурным наследием регионального и всероссийского уровней. Создан музей в 2012 году и располагался вдоль реки Камана территорией площадью 18,7 гектар. Он, по сути, является сохранившейся частью старинного города Усолья, который был основан в 1606 году. Сейчас здесь полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы по благоустройству всей территории музея. Особенную ценность в музее представляют 45 памятников архитектуры, из которых 6 объектов имеют федеральное значение. Это Спаско-Проображенский собор, соборная колокольня, дом Строгановых, Никольская и Владимирская церкви, часовня Спаса в Убрусах. Давайте посетим некоторые из них. И мы сейчас подходим к Спасо-Проображенскому собору. Он является частью изумительного архитектурного ансамбля второй четверти XVIII века, который сложился на берегу Камы в одном из имений знаменитого рода Строгановых. Строительство храма началось в 1724 году. К 1727 году была возведена нижняя часть постройки с теплым пределом. Полностью строительство завершилось в 1731 году. Однако вскоре после строительства в храме произошел сильный пожар, который так повредил здание, что ему потребовалась серьезная реконструкция. После восстановления храм переименовали в собор. Помимо главного престола, в честь праздника Преображения Господня, в соборе появились новые пределы. Во имя иконы Божьей Матери и в честь Рождества Иоанна Крестителя. На колокольне разместили восемь колоколов. Самый большой из них весил 540 пудов. Каждый из колоколов имел свое название. С момента постройки храм не менее шести раз горел, но его всегда восстанавливали. И все же в 1927 году собор закрыли. Все его внутреннее убранство уничтожили. Одновременно с собором перестала действовать и колокольня. Долгое время ее использовали как зерносушилку. Затем как вышку для проводов линии передач через речку Каму. И только в 1962 году началась реконструкция собора. А в конце 1980-х Спасопроберженский собор вернули верующим. До начала 2000-х годов он был приходским, а затем его передали женскому монастырю. Давайте зайдем внутрь собора и полюбуемся красотой его внутренней архитектуры. Внутри, прямо со входа, мы видим поднимающуюся вверх красивую лестницу, выложенную плиткой и с искусственно выполненными ажурными боковыми поручнями. Вокруг лестницы на втором этаже много зелени. В основном зале собора потолок имеет сводчатую структуру. На стенах много иконописных образов. Сейчас собор является действующим. В нем регулярно проходят литургии и службы. Давайте молча понаблюдаем за происходящим и тихо покинем эту святую обитель вековой давности, в очередной раз любуюсь его белизной, чистотой и красотой внутреннего убранства. Спустимся вниз по этой шикарной лестнице, выйдем на улицу и продолжим далее нашу экскурсию. Следующей достопримечательностью музея, который мы посетим, будет Дом Строгановых, или, как его еще называют, Палаты Строгановых. Раньше это была довольно обмешалая постройка, и чтобы ее привести в подобающее состояние, организаторам музея пришлось изрядно потрудиться. Полы пришлось настилать заново. Полностью была заменена кровля здания. Все реставрационные работы были произведены с использованием технологий и материалов того времени. Конструктивно здание состоит из двух этажей. Первый этаж был предназначен для хозяйственных нужд. Второй этаж состоит из четырех больших палац с сенями посредине. И мы сейчас для просмотра экспозиции дома пройдем через эти сени. Внутри здания мы видим большое помещение с высоким сводчатым потолком, в центре которого стоит плакат с гербом династии Строгановых. Это и есть сени, от которых в правую и левую стороны имеются входы к комнатам. Подвес каждой стороны. Одна из которых является проходной. В северной части здания были канцелярия и приемная. А в южной части была столовая и конференц-зал. И мы, повернув правый проход, направимся в северную часть здания, в первую из этих комнат. Это отреставрированная комната, как, впрочем, и все остальные, со сводчатым потолком, в которой выставлена коллекция деревянных мини-скульптур протоиерея Владислава Алексеевича Провоторова. Все фигурки этой коллекции абсолютно разные, но изображают одного человека, преподобного Нила Столобенского. Это святой русской православной церкви, основатель Нила Столобенской пустыни, православного мужского монастыря, расположенного на острове Столбовом и частично на полуострове Светлица, в десяти километрах к северу от города Осташково, на озере Селигир. Причислен к лику святых как преподобный, который при жизни избегал славы, а чаще всего вообще людей. И все же его знали как пустынника, молитвенника, как чудотворца, при жизни и после смерти. Наконец, преподобный Нил едва ли не единственный святой, чьи самые распространенные иконы имеют форму скульптуры, а не традиционного писаного изображения. Строгановские палаты отапливались массивными кирпичными печами, облицованными полихромными орнаментными изразцами. Они присутствуют в каждой из четырех комнат, и вот перед вами одна из них. Но ее отличие от остальных в том, что расписной орнамент на ней представлен в виде различных сценок из жизни людей того времени. В каждой плитке орнамента изображена одна сценка, и на всей печи нет ни одной плитки с повторяющимся сюжетом. А с правой стороны печи находится дверь, через которую с технического этажа подавались дрова. Вообще, принцип подачи дров напоминал современный лифт. Там была платформа, которая могла передвигаться между этажами, и ответственный по уходу за печью просто доставал дрова из платформы лифта, не перемещаясь по этажам и не мешая персоналу к канцелярии. А мы переходим к следующей комнате. Сейчас в ней выставляются экспозиции работы мастеров Уссолия и картины с изображениями его старинных зданий. И в ней мы тоже видим такую же печь, как и в первой комнате, но уже с другим орнаментом. Это единственная из четырех печей здания действующая печь. Вообще, когда только начали реставрировать здания, то эти печи были в полностью разрушенном состоянии, и только по сохранившимся осколкам реставраторы смогли определить форму этих печей и в дальнейшем их восстановить. С правой стороны от печи мы также видим дверь, через которую подавались дрова. Ну а вот отличный образец творчества местных мастеров, сделанный полностью из металла олень. В те далекие времена практически все дома строили из дерева, и по этой причине Уссолия много раз горела дотла. Но всегда его жители находили в себе силы отстраивать все заново. Много красивых домов. Это и хотели показать авторы данной композиции. Ну а мы, возвращаясь к Синям, переходим в южную часть этого дома. И в первой комнате в мае 2022 года была открыта уникальная выставка под названием «Движение души». Такое название получили 9 скульптур и 52 рисунка русских старообрядцев XIX века. Эту коллекцию собрал и предоставил музею протоиерей Владислав Провоторов. Экспонируемые отдельно от рукописных сборников, эти работы воспринимаются как самостоятельные художественные явления. Два века назад они служили иллюстрацией для полезных книг и библейских текстов. Кто-то изучал по ним легенды о герое, победоносце и змее, а кто-то представлял, каким будет ад и рай для бессмертной души. Содержание духовной глубины не всегда умещалось в религиозный текст, и тогда оно передавалось через линию, цвет, композицию. Эта выставка оказалась здесь не случайна, ведь религиозная тема всегда была близка самому духу палат Строгановых. Но и в этой комнате мы видим третью печь, восстановленную реставраторами этого музея. У нее тоже отличается орнамент от предыдущих печей, но есть и что-то общее, прежде всего предназначение. Ну а мы заканчиваем просмотр этих бесценных религиозных творений и переходим к последней, четвертой комнате этого музея. Это самая большая из комнат здания. Здесь сейчас представлены уникальные голографические портреты всех членов династии Строгановых. 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 Герб этой великой и могущественной семьи и как будто оберегает теплом все это общество, четвертая печь. Заканчивая экскурсию по этому замечательному зданию, остаешься под впечатлением у Вениного. Видно, что коллектив музея постоянно работает над восстановлением чуть было не утраченного памятника былой истории Уссолья. Пожелаем же им успехов в их нелегкой работе и продолжим наше путешествие. А сейчас давайте посетим интересный экспонат возле дома Брагина. Посмотрите, это настоящая сказочная карета. Она как будто прибыла сюда прямо из сказки. Кажется, что сейчас ее запрягут парой прекрасных быстрых коней и золушка на ней укатит прямо на бал. И, кстати, это действующая модель. У меня нет слов. И действительно, чтобы такое смастерить, нужно было подойти к делу с душой. Прекрасное творение. И на этом, пожалуй, буду заканчивать свою первую часть видеоэкскурсии по островной части Уссолья. Замечательному, хотя и находящемуся сейчас в состоянии благоустройства своей территории, музею Строгановых. А будет еще две части. Во второй мы посетим достопримечательности Соликамска. И в третьей части я расскажу и покажу вам прекрасные исторические места Чердыни. Всего хорошего вам, друзья! Соликамска. 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 Соликамска.